Амичи жалуются на нападение бездомных собак. Количество обращений только за 9 месяцев этого года превысило 3,5 тысячи. Именно столько жителей области обратилось к медикам за помощью после укусов животных. Сейчас в межсезонье фиксируется серьезный всплеск. Дмитрий Куканус встретился с пострадавшими и узнал, почему именно сейчас собаки нападают на людей. Я возвращался домой с работы и меня неожиданно укусила собака. А где укусила? Укусила за правую ногу. Собака была явно без ошейника. Сергею Бадмаеву еще повезло. Плотные штаны оказались псу не по зубам. Но укус был такой силы, что на ноге остались ссадины. А в спецавтохозяйстве, учреждение, которое должно отлавливать опасных животных, ответили, мы этим больше не занимаемся. Они мне ответили следующее, что у них нет финансирования и у них нет поэтому выездов. А значит опасность нападения бродячих животных высока как никогда. Место, где укусили Сергея – смешанный жилмассив вдоль улицы 20 лет РКК. Именно здесь зона особого риска. Бездомные, или, как говорят специалисты, безнадзорные собаки появляются там, где есть пища. Например, мусор с остатками еды. Частный сектор – место почти идеальное. Мешки здесь стоят почти на каждом углу и вывозят их не всегда регулярно. Эту территорию собаки считают своей и будут защищать. Именно так и произошло зимой 2011 года. Стая бродячих животных растерзала маленького ребенка в садоводческом товариществе «Ранет». Девочка одна возвращалась из школы. В холода собаки перебираются поближе к людям. И встретить их можно намного чаще. Концентрация их, кажется, что увеличивается в этих местах, хотя общая численность не изменяется. Она неизменная, с небольшими колебаниями на протяжении многих и многих лет. Это та жизнь, которая существует параллельно с нашей жизнью, пересекаясь только в редких случаях. А если это случилось, реагировать должно спецавтохозяйство. Но там в конце прошлого месяца заявили, что отлов собак временно приостановлен. В областном правительстве уверяют, деньги есть. С начала года мэрии уже перечислено более 5 миллионов рублей. До конца года планируется выделить еще миллион 200 тысяч. А в 2017 году бюджет на эти цели увеличится почти в полтора раза. Предусмотрено субсидирование в большем объеме. Если быть точным, это 20 миллионов на всю область. И в том числе на город 10 миллионов 200 тысяч рублей. Если в этом году им хватило 6,4, то я думаю, что 10-200 однозначно должно хватить. Впрочем, спецавтохозяйство заявки на отлов по-прежнему не принимает. Дмитрий Куканец, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск. Дмитрий Куканец. Новости здесь, Омск.